вышли опять в заброшенное снт погулять с собакой до нас зашли новости что здесь проживает бездомная женщина хотим сходить посмотреть как живет где живет может чем-то сможем ей помочь как она здесь живет электричество нет воды нет говорят не совсем уж и старая вот каким это образом она оказалась брошенная этим узнать если дети у нее соответственно попытаться отыскать этих детей задать им вопрос почему ихняя мама живет заброшенном доме без электричества вообще как она выживает мало на здесь еще кто-то пытается ухаживать за землей что это не она Сколько земли тут? Смотри, это не заброшка. Это нет, тут кто-то ухаживает. Мало очень, в основном заброшенные участки, видишь. Ну вот, по всей видимости, мы дошли до этого участка, где живет женщина. Она, говорят, живет не в железном контейнере в каком-то. Хотим узнать, насколько это правда. Если что, ей помочь чем-то. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Вот, хочу узнать, живет или не живет. Если живет, мы ей поможем чем-нибудь продуктами, одеждой. Вот, посмотрите, по всей видимости, говорят, что живет вот здесь. Ну как она тут живет? Я не знаю. Здравствуйте. 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 Мы вот к вам с таким вопросом. Можно вас на секундочку? А что такое? Ну, нам поговорить с вами, поинтересоваться. Может, вам чем-то помочь надо. До нас вот дошли слухи, что вы тут вот живете. Ну, и вот проблема у вас с жильем, с едой, наверное, совсем. Как вы тут живете в таком домике-то? Это ж не дом. А мы откуда? Мы с города, вообще. Ну, не с Ейска. Что у вас в руках? Это мне камера. Это для меня. Я видеоблогер, как бы я веду. Ну да, я помогаю бездомным и так далее. С Ейска? Нет, не с Ейска. Как куда? Ну, с Краснодарского края. С Каницы? Каневской район. А, Каневской район. Да, Каневской район. Просто прислали ли вы сами? Мы сами. Мы просто узнали про вашу проблему, что вы тут живете. Ну, у меня не так вот проблема. Ну, как это не проблема? Родственники что-то не хотят приходить ко мне. А я тут просто живу, перебираю свое барахло, кое-что потеряла. Да. У вас есть родственники, да? Да, есть. Ну, а как вы тут живете? Вот тут говорят, люди ходят, смотрят. Ну, как вот можно жить вот в таком вот этом? Ну, может вам, может вам как-то чем-то помочь нужно? Я смотрю, вы вроде и не пьете, да? Да, у меня есть знакомые. Может они мне что-нибудь еще придут ко мне, я и сказала. Передут, может придут знакомые. А вы вообще, ну, зарегистрированы в Дейске в самом? Да, да. А зовут вас как? Лида. Лида, меня Александр зовут. Да. Лида, может вам продукты какие-то привезти? Крупы, макароны. Как вы тут готовите? Можно мне как-то к вам туда пройти? Да нет, я больше не хочу. Я тут уже пустила, тут машинки были. Я никому уже не верю. Нет, нам вашего добра никакого не нужно. Мы, наоборот, вам только помочь хотим. Я вот пришел со своей семьей, это мои дети, моя супруга. Сейчас живем мы на данный момент в Дейске. А в каком районе? Здесь, ну, в районе старых дач. На даче? Да, на даче, да. На какой? Восход. Старая дача Восход. А дорожка какая? Пятнадцатая. Так это же вы рядышком? Рядышком. Поэтому мы про вас и услышали, и узнали, что у вас здесь вот такая вот ситуация сложилась. Рядом тут наркоманов. Вы не наркоманы? Вы о чем говорите? Ну, вы что, не видите? Кто мы? Да я, я плохая вещь. Нет, ну вы что? Ну, видно же, что мы порядочные люди. Вы что? Подождите. А тут вы на пятнадцатой дорожке, а наркоманы были? Мы не претендуем к вам ворваться в ваше жилище. Мы только лишь пришли с той целью, чтобы вам помочь с чем-то. Если мы видим, что вам как бы помощь-то, ну... Ну, придите через несколько дней. Вам нужно... То, что я жду, ко мне могут прийти кто-нибудь. Хорошо. Через несколько дней. Только если покричите, если я не выйду, значит мне нет дома, не надо сюда лезть. Нет, ради Бога мы... Ну, там нет, правильно. Вот по железному домику подошли, позвали меня Лида. Если у меня нет дома, вы сюда не лезьте. Мы нет... Если я дома, я выйду, мы с вами... Мы ни в коем случае к вам лезть и не собираемся, нам, как бы к вам сюда заходить и не нужно. Мы вам просто хотим помочь. Ни больше, ни меньше. То есть... А ради... Дети-то ваши, так где они вообще? То... Сын... Сын пасынок, фиг знает. Связался с какой-то компанией. Его даже у меня отобрали. Дедушка, свекор со свекровью, отобрали ребенка, богатый. И говорит, ты не знаешь... Мы, мол, богаты, мы знаем, как воспитывать. И не уследили. Он с какой-то дурной компанией где-то лазит. В общем... Да вы что? Ужас какой. Сами говорят, люди его чуть не убили, свекор со свекровью. А он мне даже не жаловался и спрашивал, тебя не обижают? Он говорил, не обижают. А что ж он мне не пожаловался? Лучше бы у меня в нищете, чем у богатых, что они его убивали. Выбрал богатство любой ценой, а потом нашел себе каких-то идиотов друзей. А сейчас, получается, сын-то к вам не приходит? Он вообще знает о том, что вы жилы, что вы живете в таких условиях? Да все он знает, но он с дурной компанией. Понимаете, что такое друзья? Друзья-идиоты, это... А он сам в Ейске проживает, сын-то? Да где-то тут живет, я даже не знаю, где он живет. А как зовут сына-то? Артем. Артем. А фамилия у Артем? Демидов. Демидов Артем, да? Да. А лет ему сколько? 25. 25 лет. В октябре было 25, сейчас уже 25 с половиной. А воспитывался он вот в этой семье? Семья это где сейчас находится вообще? А, ну там поумирали старики. Там деревянка Наташа, владелица магазинов продовольственных. В этом, военный городок, седя на 53-3 там, дом. Ага. Одна квартира на первом этаже у них в одном подъезде, а в каком-то подъезде еще на пятом этаже нажали. Семь лет-то сколько хоть? Сколько? 50 ровно. Вы на пенсии уже? Нет еще. Нет еще? Семь 50 лет. Работали где-то вы раньше-то вообще? Как вот вы живете-то? Где вы на продукты берете деньги-то? Ну вот. Ну я вторсырье собираю. Ага. Сейчас я просто решила... Просто меня тут обворовывали. Постоянно лазили. Видите дом сжег? Идиот. Артур из Широчанки. Пришел тут, пристворился хорошеньким. Дайте мне ваши... Я на мусорниках телефоны собирала, видеокамеры. Там некоторые рабочие, в основном поломаны, но были и рабочие, но просто у меня тут заряжать негде. Я их копила-копила. За несколько лет целый мешок накопился, но у меня его украли. Там, лет за шесть... За шесть... А моетесь вот это вот как вы? Где что? Одежда у вас... Вообще одежда есть у вас? Да, есть тут немножко. Так я говорю, украли у меня, видите что? Выломали петли. Обворовали меня страшно. А у меня осталось... Не, ну тут же... Телефонов... Остатки телефонов Артур унес и обманул, и пришел потом. Ничего не принес еды, только дом сжег. Видите, что натворила. Я ж вам, знаете, что хочу сказать? Здесь жить-то ведь невыносимо, уважение. Уже весна, уже второе марта. Второе марта? Ну а как вы зиму-то тут... Нет, подожди, сегодня же правда, я не ошибаюсь. Второе марта? Сегодня 29 февраля. Как 29 февраля? Обыкновенно. А я считала второе марта? Нет, сегодня 29 февраля. Ты что, ошиблась что ли? Ну, по всей видимости, да. А я считала второе марта? Нет, сегодня 29 февраля. Точно, да? Точно 29 февраля? Да, завтра воскресенье 1 марта. А, я значит что-то не вперед просчитала. Да, вы ошиблись маленько. Ну, как вы зиму-то здесь вообще... Подождите, давайте, завтра какой день недели? Завтра воскресенье 1 марта. Только завтра 1 марта? А я что-то посчитала на два дня ошиблась. Давайте я, наверное, сегодня максимально смогу, если сколько, собрать вам вещей, одежды, по продуктам. Давайте я вам завтра принесу, пожалуйста. Ну, я вот на вас смотреть не могу, мне вас жалко просто. Завтра? Действительно, да. Возможно такое? Застану. Если я вас не застану, я вот здесь вот повешу на крючок. Нет, тут воруют. Тут дети лазят, воруют. Страшно. Мне это говорят большой... Мне говорят... А вот эта земля, вот это чье? Это тут люди летом живут, обрабатывают. Они летом меня угощают. Эти люди, эти обрабатывают огороды, они меня угощают, воды привозят. А зимой их просто нет здесь. Они что-то не работают. А у вас жилье вообще раньше было какое-то? Ну, где вы? Почему вы остались вот... Родственники. Ну, просто я лазаю по мусоркам, все собираю, вторсырье, им не нравится. И у них там тесно, они целой семьей. Просто нет места, поэтому я живу отдельно. Ну, не в таких же условиях. Ну, вы что? А я уже четвертую зиму живу. И первую же зиму. Ой, ужас. Уже перезимовала. Все равно перезимовала. Завтра 1 марта. По-любому. Календарная зима уже закончилась. А баню как? Мойтесь. Тут же не воды. Да я в городе когда была, там мне в подвале ведро воды набрали горячее и искупалась. Хорошо. Я буду прорабатывать, в общем, вашу проблему. Чем смогу, тем я вам помогу. Но то, как вы живете, это не есть нормально. Это не нормально. 21 век вы живете в жестяной банке. Меню с тем, как я в Ставрополе бомжом была, я тысячу раз хуже жила. Тут у меня хоть какой-то домик. А в Ставрополе я вообще на мертвых землях спала. Продувался у меня там бомжатник ветрами, между стенами кирпичными. Тут я уже как королева, у меня хоть дом, участок. Просто тут, видите, меня обворовывали, сжигали. Там два сара сожгли с вещами, там и ценные вещи у меня сгорели. Тут мне обворовывали, потом сожгли. И тут лазили, воровали. И мне пришлось, прежде чем идти в город, я стала все закапывать, чтобы меня не обворовали. Потому что даже просто какой-то ширпотреб кто-то или сожгут, возьмут и поиздеваются, или обворуют. Они же металлом собирают, могут все либо поджигать, либо обворовать. Просто я все позакапывала, а теперь я решила все выкапывать, перебрать и все более-менее ценное отсортировать. Потому что уже хотели, говорили там металлоломы, пожары, металлоломы собирали. Некогда было. А говорили, уже пожаров мало, нечего поджигать, везде живут люди. Говорят, уйдет в город на долг, когда выкопаем и все себе ценное заберем. Поэтому мне надо сейчас все выкопать, перебрать все ценное, отсортировать, чтобы при себе было все ценное, а остальное опять закопать. Поэтому мне тут возиться. А почему домик себе здесь? Ну, много же очень брошенных домов здесь. Вот это же. Такой для дом выйдете брошенный. Это ваш участок вообще? Он и был ваш или вы им пользуетесь как заброшенным? Да, как заброшенным. Хорошо. Ну, здесь же очень много заброшенных дач, которые хотя бы с крышей хоть какой-то. Какие? Тут все сжигали. Тут же лазили и пацаны, и наркоманы, и маленькие пацаны наркоманы, и алкоголики. Все поджигали. Откуда тут дома? Где дома? Вот домик стоит. Где? Так оно разрушено там все. А, там, ну может там хозяева есть. В тех домах есть хозяева. А это именно участок, узнали, что тут хозяин умер и заброшенный участок, никто в наследство не вступал. Вот именно узнали, а там где есть домики, там же везде хозяева. Там же хозяева придут, скажут, а это именно здесь специально. Вот дедушка-сосед узнал, что его сосед умер, никто в наследство не вступал, участок был раньше заброшенный. Именно что-то, а то куда залезть в домик, а это чье-то и будут выкидывать. Тут и так лазят. Ну вот надо вам, наверное, порешать с более таким жильем, в котором вы сможете жить. Да, сейчас же уже считаю. Я знаю местного председателя, я попробую поговорить с ним. Да не надо говорить. Туда-сюда и лето. А летом тут легко жить. Летом можно хоть на самом деле. А зимой следующее как жить? Так, до зимы далеко, до зимы я сама разберусь, как мне жить. До зимы же я, я четвертую зиму, уже четвертая зима, какая разница сколько зим. А до зимы еще так долго, еще все может сто раз меняться. Даже если я так буду жить, я уже зиму, если я зимовала даже на улице, мне это прям, как я королева, у меня домик железный. Ну я бы не сказал. Хорошо, ясно, я вас услышал, но мы все равно вам поможем продуктами и одеждой. Я думаю, вы не будете против этого идти. Ну так особенно не утруждайтесь. Мы не в коем случае не утружаемся. Но, по крайней мере, так как вы сейчас живете, это ну... Так я уже даже даже перезимовала. Тут уже весна. Правда, марта, ну как холодная ручная бывает. А апрель вообще уже. Понятно все. Иди сюда. Ну жалко вас, действительно жалко, что дети вас бросили. Дети вас бросили и никому вы не нужны, так сказать. Да, один ребенок, ну как он... Все равно как бы дети должны заботиться о своих родителях. Не, ну я ему как мачеха, я же ему не мама. Ну какая разница, вы же его подняли и воспитали. Он просто, что... Его научили богатые, что презирать нищету. Он сначала жил у меня, а потом пошел к дедушке с бабушкой богатым в гости. А муж у вас где? Ну у меня сожитель. Мы с сожителем и у нас ребенок был. Где он? Где сожитель ваш сейчас? На кладбище похоронен. А, помер, да? Второго... Вернее... 2007 ноября 2002 года. Давно. На день согласия и примирения уже считалось. Все хорошо, я не буду вас пока беспокоить. Его родители похоронены. А только мы с ним не расписывались. У нас был ребенок, ну как, наш общий ребенок умер в роддоме. А вместо него дали живого. И сделали так, как по документам, как будто отказной умер. А у нас, а у меня ребенок не умирал. Ну я промолчала, думаю, ну пускай будет. Лучше живой ребенок сейчас, а то вдруг бездетная будет. У меня травма была, мне нельзя было вообще рожать. И как я рожала еще Кесарева, после Кесарева отважиться на второго ребенка со страшной травмой в прошлом производстве. Это ж тяжело. А у меня как раз детей больше не было. А он вот связался с дурной компанией. Я ему уже говорю, передайте Артему моему, пусть еду мне принесет. Так он, говорят, наркоманом стал. Наркодилер ему сказал сплетничать. Так он ходил и про меня говорил, что мама меня в детстве голодом морила, не кормила, порола меня. Да я его в жизни никогда, да я его вообще не так любила страшно. Ну просто, когда была еда, кушали. Не было еды, денег были голодные все. А что ж это такое не кормило? Ну нельзя ж так, а я его не обижала. Да другие дети были счастливы в нищете жить, чтоб их не обижали, чем если... Да, ну дай Бог, вам хорошее жилье надо подыскать. То, как вы живете... Да ничего страшного, скоро лето, летом, знаете, как тут легко. Летом жарко. Что значит не все страшно? Ну вы тут живете и... Да я в Ставрополе жила, все на меня... Да какая разница, где вы жили? В Ставрополе меня насмерть не было. Дело немножко в другом. Дело в том, что да... Дело в том, что вот в Ставрополе, жила в Ставрополе бомжом была. Знаете, как они обо мне заботились? Подъезжает по ночам машина с рентгеновским аппаратом и насмерть, насмерть, насмерть. И так три раза было в Ставрополе. Ну как? Облучают насмерть рентгеновским аппаратом. Зачем? Грузовая машина подъезжает с рентгеновским аппаратом в Ставрополе и насмерть. И даже тут ездила по дачам. Фюрографию делали? Рентгенолог какой-то, не знаю, потому что бомжи нам не нужны. Кто там заботится о тех, кто живет на улице, на земле или в плохих условиях. Насмерть облучают кому-то там, кто нужен. Тут и так население облучают, еще и рентгеновскими аппаратами. Не, ну если кто-то что-то просто передает, я в общем-то не отказываюсь. Спасибо. Все, я вас услышал. До свидания. До свидания. Вот, ребят, представляете, да? 21 век. Так вот живут люди, еще остались люди, которые так живут. Это просто ужас. Условия вообще никакие. Это просто страшное дело какое-то. Она до такой степени запугана, я так понимаю. Ей пытаешься помочь, она говорит, нет, нет, мне ничего не надо. К себе на территорию, она никого не пускает. Даже у таких, как она, находятся люди, которые что-то пытаются своровать. Которая выживает непонятно каким образом. И у нее еще и воруют. Это просто, я не знаю, у меня нет слов. Ужас какой. Это просто что-то с чем-то. Давайте максимально репост. Поможем этой женщине. Кто чем может, тот пускай поможет. Знаю, подписчиков у меня очень мало. У меня их практически нету. Но я максимально хочу, чтобы это видео разошлось и люди хоть как-то помогли в данной ситуации женщине. Все. Всем мир и добра. Подписывайтесь на канал. Поем пока, неч hay烈. Вот так. Kart.